Мы уже рассказывали о серьёзных соревнованиях в рамках регионального чемпионата по профессиональному мастерству профессионалы в Славянском сельхозтехникуме. И в Славянском электротехнологическом техникуме также прошли состязания лучших кубанских студентов. Подробности этого события в нашем следующем репортаже. Для того, чтобы стать настоящим специалистом, нужно приложить немало усилий. И как бы далеко не шагнуло техническое развитие, всегда в большой цене будут золотые рабочие руки и мастерство. Всем этим обладают участники первого регионального чемпионата по профессиональному мастерству – профессионалы. Олимпиада для рабочих рук призвана повышать престиж этих специальностей. По компетенции обслуживания и ремонта оборудования релейной защиты и автоматики соревнования проходят здесь не впервые. Для участников созданы все условия. Сейчас проводится этап анализ срабатывания релейной защиты при технологических каких-то нарушениях. Вчера уже проверяли трансформаторы тока, выполняли работу на тренажёре. Также нас завтра ожидает оказание первой медицинской помощи на тренажёре «Антон». В сете действует отличная учебная лаборатория, оснащённая новым оборудованием, соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта и техническим описанием чемпионата. Его участникам для успешного выступления нужно выполнить все условия, но всё же главное – это качество работы. Не будет качества, но будет быстро сделано, это будет гораздо хуже, чем они не успеют во времени вложиться, не убрав, скажем так, рабочее место, но сделать всё идеально. Поэтому здесь и одно, и другое, и третье, ну и соблюдение техники безопасности, потому что это главное. Славянские студенты подготавливаются на высоком уровне и настроены на то, чтобы побороться за лидерство. Принимать здесь участие в любом случае лучше из лучших, из тех, кто мог бы участвовать. А если говорить по результатам, то в прошлом году участник чемпионата, занявший первое место у нас в крае, выступал в России, где заработал медальон за профессионализм, заняв пятое место. Поэтому какие сейчас будут результаты, я сказать не могу. Во-первых, не зная баллов, во-вторых, не имея права. Пока ещё оценка не идёт, поэтому, ну, будем надеяться на лучшее и победит сильнейший. На площадке проведения регионального чемпионата по компетенции малярной и декоративной работы усердно работали самые лучшие из студентов, участники соревнований. Что они должны сделать? Поклеить обои, успеть сделать скоростную фреску на время, соорудить, скажем так, фристайл. Это вот данные картины, которые вы видите, да, из разных декоров. Ну и сделать декоративку, которая будет имитировать металл, дерево, ткань. Цель чемпионата – выявить настоящих мастеров и при этом популяризировать рабочие профессии. Конкурсные задания непростые, нужно выполнить целый ряд модулей. Качество работ под особым контролем. Но и о времени не стоит забывать. Работа молодых мастеров, кстати, уже сейчас высоко оценивается. А после завершения учёбы в техникуме они будут востребованы на рынке труда. Это очень большой будет плюс. Дело в том, что мы уже принимали гостей из города Краснодара, которые рассматривали данные поделки их, скажем так, воочию уже. И они уже были готовы купить фристайлы и сделать даже заказы на декоры стенок своих. Ничего не стоит на месте. То есть всё время развиваются, появляются какие-то новые материалы, какие-то новые приёмы, нанесение и красок, и декора. Ну то есть как бы развитие идёт полным ходом, можно постоянно учиться. И вот я, например, сколько лет в этой профессии, и каждый год я узнаю что-то новое, какие-то новые лайфхаки нахожу и применяю в жизни. Ну то есть востребовано, да, и высокооплачиваемо довольно-таки на рынке труда. Эксперты строго контролировали соблюдение конкурсантами правил поведения, техники безопасности и регламента времени. После тщательного анализа всех работ и подведения итогов, победители первого регионального чемпионата по профессиональному мастерству профессионалы будут определены немного позднее. Именно они будут отстаивать честь Кубани на следующем этапе национального первенства. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».